Волга Однако были времена, скажем, в конце 19-го, начале 20-го века, когда эта отрасль развивалась очень стремительно. Сегодня мы об этих временах и поговорим. В 2016 году должен был состояться грандиозный юбилей, который, к сожалению, никак не отметили. Дело в том, что 200 лет назад, в 1816 году, Волжские воды впервые приняли к себе пароход. Вообще, первый пароход в истории человечества, который практически использовался, был спущен на воду в Америке в 1807 году. Построил его Роберт Фултон, назывался пароход Клермон. Он курсировал по Гудзону около Нью-Йорка со скоростью около 10 км в час. В России был большой поклонник всяких разных технических новинок коммергер-двора Всеволожский. Начитавшись много различных книг и статей про пароход Фултона, он решил построить свой. И в 1816 году этот пароход совершил свой первый рейс от Перми до Казани. В 1842 году в Санкт-Петербурге создается пароходное общество по Волге, которое станет первым в истории Великой реки, осуществляющим по ней регулярные пароходные рейсы. Для этого весной 1846 года в Россию привозят из-за границы в разобранном виде первый пароход компании, которому присвоили незатейливое название «Волга» с машиной мощностью всего 250 лошадиных сил. Шум, который издавал пароход, был так силен, что его было слышно за много верст. Пароход был грузовой. Наряду с грузовым флотом начинает активно развиваться и пассажирский. Путешествие по реке по тем временам – быстрый и комфортный способ передвижения. Царицын быстро начал превращаться в один из крупных транспортных узлов на Волге. Все вновь создаваемые проходства обязательно создают здесь представительства и собственные отдельные пристани. К концу 19 века здесь базируются многие крупные пароходные компании, каждый из которых строит свой собственный причал. Крупнейшие компании того времени – Кавказ и Меркурий, самолет, проходное общество по Волге, Надежда – все активно работают в Царицыне. До начала 20 века в Царицыне располагаются представительства практически всех крупнейших пароходных компаний на Волге. Однако главные конторы этих компаний располагаются в других городах. Однако в 1908 году в Царицыне создается собственная пароходная компания, которая получит название «Русь» и очень быстро станет также одной из крупнейших на Волге. Создается она слиянием капиталов нескольких крупных промышленников. Основателями новой пароходной компании становится саратовский купец Сиротин. Правда, он выйдет из учредительного капитала достаточно быстро. А также три царицынских купца – Лапшин, Старцев и Канавин. Канавин на первых порах будет управляющим пароходной компанией. На фото основатели общества «Русь» в конторе общества. Лапшин в центре. Средства, вложенные ими в дело, позволили создать в составе общества целый флот из 30 судов, 80 пристаней и большого количества портовых складов. Компания осуществляла регулярные пассажирские товарные рейсы между всеми крупными пристанями на Волге, Каме, Оке, Москве-реке и на Каспии до Баку. «Русь» с самого начала очень успешно и быстро растет. Для еще большего ускорения роста в 1910 году товарищество преобразуется в акционерное общество. Устав общества, утвержденный 5 февраля 1910 года, предполагает перевозку пассажиров и грузов по реке Волге и ее притокам, а также по Каспийскому морю. Основной капитал общества составил 800 тысяч рублей, поделенные на 3200 акций номиналом по 250 рублей каждая. Главная контора общества располагалась в Царицыне на Анастасийской улице. С 1923 года эта улица называется Волгодонская. Дом, в котором располагалась контора на сегодняшний день, не сохранился. Он носил адрес улица Волгодонская, дом номер 1. Сегодня улица начинается с номера 3. Первый номер так никто и не занял. Если бы дом сохранился до нашего времени, он частично перегораживал бы собой улицу Мира и располагался бы прямо за мной. Здание пароходного общества было масштабным и представительным. Оно принадлежало Василию Федоровичу Лапшину и неоднократно перестраивалось им, начиная с 1870-х годов. Здесь компания растет очень быстро. Уже в 1913 году Русь приобретает верхневолжское пароходство Кашиной за 1 миллион 300 тысяч рублей. Царицынские газеты писали по этому поводу. Господин Лапшин и Канавин покупают за 1 миллион 300 тысяч рублей и все верхневолжское пароходство Кашиной с тем, чтобы значительно расширить и ускорить рейсы пароходства Русь. В настоящее время по этой сделке идет соперничество между Саратовской главной конторой товарищества пароходства по реке Волги и господином Лапшиным и Кашиным. Как видно, компания, весь капитал которой в 1910 году оценивался 800 тысяч рублей, всего через три года планирует совершение сделки 1,3 миллиона. Русь покупает действующие пароходы и строит новые. В 1910 году на Сармовском заводе в Нижнем Новгороде строятся совершенно новые для того времени суда «Александр» и названный в честь основателя самый знаменитый пароход компании «Василий Лапшин». Успех компании определялся хорошо продуманной маркетинговой политикой. Агенты, распространяющие билеты, работали практически по всем пристаням на Волге от Москвы до Баку по всей экватории движения судов. И были эти билеты чуть-чуть дешевле, чем у конкурентов. Корабли компании задерживались у причалов немножко дольше, чем было принято. Пассажирам было проще, они могли дольше грузиться, дольше упаковывать багаж, ну и, соответственно, меньше нервничать. Все корабли были двухпалубные, они имели электрическое освещение, отопление и были очень комфортными. В расписании движения судов Руси в 1911 году сообщалось, пассажирские пароходы «Общество Русь» двухэтажные американского типа с электрическим освещением и паровым отоплением. К услугам пассажиров на всех пароходах имеются аптеки, библиотеки, газеты, пианино и семейные каюты, буфеты с первоклассными кухнями, ванны и, по желанию, постельное белье. Пассажирские билеты продаются, а оклади принимаются на всех пристаних и пароходах «Общество Русь», а также на станциях железной дороги в Нижнем Новгороде и Рыбинске. Багаж пассажиров, купивших билеты на станциях железной дороги, на проходы «Общество» доставляется бесплатно. В 1913 году, уже перед мировой войной, компании начали спускаться на воду новые уже трехпалубные корабли. Если бы не последующие революционные события, возможно, что корабли «Пароходство Русь» плавали бы по Волге и в наши дни. Один из пароходов, принадлежавших Руси, сохранился в нашем городе до сих пор. Правда, в качестве памятника. В 1903 году на Сормельских заводах Нижнего Новгорода был построен пожарно-спасательный пароход, получивший название «Царев». Строили его складчину несколько компаний – Русь, Кавказ и Меркурий, а также Нобелевская компания. В 1926 году «Царев» получил новое название, и с тех пор он называется «Гаситель». «Гаситель» – это единственный пароход, который сохранился от всего имущества компании «Русь» до нашего времени. В 1918 году пароходная компания «Русь», как и все прочие царицинские пароходства, была ликвидирована. Правда, корабли компании еще много лет продолжали ходить по «Волге». Последний из них, спущенный на воду в 1913 году и называвшийся изначально «Мещерский», переименованный впоследствии в «Богатырь», был выведен из состава флота лишь в 1972 году. Ну а на сегодняшней «Волге», к сожалению, уже не осталось ни одного парохода.